Всем привет! Пошли мы с девчонками бабушку Галю навестим. Прогуляемся немножко, свежим воздухом подышим. И вот у нас такая погодка. Снежок падает, да? Да. Катя с сумочкой. Занятия взяла с собой. Снежок не падает на меня. Привет! Привет! Снежок падает. Ты мой. Да. Там у нас еще Настя пришла со школы до бабушки. Мы ее заберем сразу. Ой, ветрище какой. У меня сейчас попадается. Да, ветер поднялся. Да, ветер поднялся. Попадает пудрелось. В глазки попадает снег. Ну, так вот. Наклоняйся, но так меньше попадает. Пап, на крыше нагуляемся. Пошли прогуляться. Ветер поднялся такой. Глаз открыть вообще невозможно. Он колючий такой. Снег вот прямо идет. Мы подошли к бабушке. К бабушкиному дому. Сейчас где там у нас нет этого. графа. Граф. Там граф выглядят. Граф. А ты открой открытые двери. Вот. Пойдем. Идем. К бабушке. Заходим. Сейчас покажу вам какой у нее граф вырос. Тот собачонок маленький щенок уже. Сейчас покажу. Граф. Граф. Вот. Он какой у нас откормил. у нас бабушка Галя откормила. Откормила. Поросенка такого. Погулять, поиграть хочется. Ну. Сиди давай ногти. Лапа мощный. Такие когтяры у него. Царапается сильно. Сиди. Ну. нравится, да, граф? Нравится. Да ты хороший песик. Хороший. Все. Пока. Кушай, кушай. Это же жесткий. Замерзли? Курочки, а? Сейчас я вас накормлю. что у нас есть поесть-то сегодня. поэты. Господи. Ну. Песня. Кушай. 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 Ой, зима, зима, всё белым-бело, опять всё намело, то растает, то опять наметёт период такой осенний. Пойдём сейчас козочек накормим, поросяток. Потерпите малинку. Так, это вам водичка. А вас сейчас накормлю. Вот, помогла открыть. Молодец. Так, товарищ, ну-ка заходи-ка. Это выбежал лыж, только надумал. Привет, Путич. Так, давай. Полища людей, водки. Кузя, есть водичка? Да? Сейчас, поставлю. Давай, подержите. Это моё. Стой, стой. Наташа, Наташа, Наташа. Знание английского языка. Снимай. Фейвори фуд. Из. Из. Пицца. Айс-крим. Май фейвори фуд. Пицца. 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 Осталось водичка. Чем-то похож на винедрит. Пойдём. Надо его испробовать. А то вдруг отравится. Ты не ешь. Ну что, так вкусно? Это пиво-чай. Это чего? Это огурец. Это горький огурец. Чего он горький-то огурец? Какой горький. Это же не свежий. Это горький огурец. Он не горький, он консервированный. Он солёный огурец. И он не солёный, а сладкий. Катя, чего лохматая? Надо было это. Он горький. Надо было волосы-то прибрать. Наташка, скажи чиз. Чиз. Всё, Ирина. Hello. My name is Katya. И чё раз. Сходила я покормила животных. Напоила их. Всё. И села шить опять. Хотела показать вам чехол, который я дошила. Вот я его сделала. Теперь он у меня форму держит. Сделала не картонное. А у Андрея нашла в гараже. Изолон толстый такой там. Наверное, не знаю сколько, но толстенький такой изолон. Я туда его вшила. Оно как бы и форму держит, и мягонький такой. Как бы шуршит. Здесь я цветочек просто для красоты пришила. Вот стаканчик сделала для удобства там. Кармашки. Я вам показывала кармашки. Сделала вот такие контейнеры. В кармашки складывала. В кармашках, конечно, хорошо то, что всё под рукой. Ну, когда вот лапки там лежат, вот они как будто все в куче. И очень как бы доставать это всё не очень удобно. Всё-таки удобнее будет, вот они все здесь на виду. Я взяла, которая мне нужна, и положила. И всё-таки сделала вот в коробочке. Но всё равно тут рядышком под рукой. Здесь у меня инструменты там всякие туда сложила. Прибрала, короче. А шпульки переложила вот с нитками сюда в коробочку. Потому что, когда меняешь нитки, шпулька, чтобы под рукой была, там удобно очень. И изоленту, естественно, я сюда. Потому что часто приходится её доставать. Тут у меня ручка и карандаш. Но ручку уже девчонки куда-то дели, достали, не знаю, ножницы. И записная бумага для записи. Я в прошлых роликах показывала, говорила. Достала я уже эту игольницу. Так я её туда убираю. Ещё хотела показать вам насчёт педальки. Педальку я карманчик сделала. Складываю её туда. Но карман оказался маловат. И мне некуда было вот эти вот провода деть. Я сделала такой поясок. Поясок. Закрутила эти провода. И здесь на пуговку вот застёгиваю. То есть они у меня не валяются нигде, никак. Вот они у меня здесь замотаны. Аккуратненько всё сложено. Что хотела ещё сказать. Эту ткань я брала из старого плаща 90-х годов ещё. Поэтому у меня из лоскутков получилось. Тут швы можно, если ткань цельная, то можно было без этих швов сделать. Вот. Ну вот. Убираем, достаем и начинаем заправлять машину и сшить. Сегодня я хотела... Подожди, Наташа. Сегодня я хотела сшить молнию. Сшить в рюкзак Насте. У неё тут была вот такого цвета молния. Но расходиться стала. Почему-то расходится. Она вся измаялась. И я решила взять другую молнию и поменять её. Купила вчера. Вчера, да. Купила вот такую в универмаге у нас там в магазине. Но она не подошла по цвету. То есть другая оказалась. Некрасиво. Купила за 120 рублей. И сегодня пришла в швейный магазин там около больницы у нас. Решила посмотреть. Может, думаю, тёмно-серая есть. Молния там была. Вот я уже тут приметала одну часть молнии. Вот так вот будет. И купила её за 30 рублей. Расстроилась вот из-за этой. Думаю, на что я её купила. Конечно, я могу применить её куда-нибудь. Пригодится она мне. Ну, дорого очень. 120 рублей. По сравнению вот с этой. Молнии там тоже всякие цвета были. Но вот такого цвета молнии нигде не было. Не могла найти. А я сделала тёмно-серую. Сейчас мы уберём вот эту часть. Вторую часть молнии распарю тут. И пришью, приметаю вторую часть тёмно-серой. И прострочу. Может, завтра уже Настя пойдёт с этим рюкзаком. Звучит музыка. Субтитры подогнал «Симон» Сегодня в школе я вышила шов вперед иголкой и сшила платочек. Дома я решила прошить его на швейной машинке. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»